Всем привет! Сегодня я хочу рассмотреть такого человека, которому меня никто не просил. Но мне кажется, что вы явно захотите, чтобы я его обсудил. Мастер Вонг! Я бы сказал, что это больше вообще похоже на... Вы, наверное, удивились. Применено что-то похожее на... Это не винчи. Кто он такой? Правда ли он преподает винчун? Вот давайте начнем с первого видео. ТОП-20 Винчун Техник. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели на его стойку для начала. Я, наверное, буду утверждать такую богохульную вещь прям сразу. Слышь, псина! Что, в принципе, я мастера Вонга вижу достаточно давно, очень часто попадается у меня в видео. Он не применяет винчун. Это не винчун. То, что он применяет, это какой-то микс из нескольких стилей. Из винчуна, ну, может быть, идут вот такие вот удары, да, боком немножко. И получается у него добивание. То есть он как белочка работает, да, через центр. Пожалуй, это все. Все, что я вижу из винчун. Потому что, как он делает ноги, это скорее был бы микс файт. Остановка в ногу. Задней ноги. Больше, более каратистский. То же самое, например, когда он делает остановку с передней ноги. Это условно можно было бы назвать винчуном, если бы он встал в правильную позицию винчуна. Поставил бы стойки, стойки ноги и построил бы свою структуру тела. Этого ничего нет. Это происходит, то, что я вижу, это вообще какой-то происходит микс файт. То есть, практически, можно было бы сказать, уличная техника. Стрит файт, например. Но дело в том, что точно так же, как боевое самбо, теперь это уже само название не говорит за себя. Давайте я попробую еще раз, с самого начала, посмотреть. Вот я начал смотреть, тут реально минут 15 видео, да. То, что он делает. Где там винчун? Бам, бам, бам. Весьма относительно. Я бы сказал, что от винчуна там очень мало. Скорее всего, там больше применено что-то похожее на тайцзицуань. Вы, наверное, удивились. Но это действительно так. Вот это вот гладение по шее, да. В принципе, это возможно, как бы он бы наносил удары. У меня просто ничего такого нет, да. То есть, на чем показать. То есть, он делает блокировку. Пам. Заходит внутрь. Наносит удар у горла. И потом начинает месить, да. Бам, 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 бам. Перебирая руками. Я бы сказал, что это больше вообще похоже на карате. С передней ноги в переднюю, ну, как бы, в переднюю ногу бьет ногой, сбив. Я бы так сказал, что это вообще никогда не пройдет. Ты просто не попадешь никуда. Особенно с передней ноги. То есть, тычком вперед, пыром, да. Боковым, нет. Более того, после этого он проваливается. Представьте себе, что вы попадаете, не попадаете, вы просто проваливаетесь. В этот момент. Подставляете свое колено. То есть, вас тут же отоварят. Вы провалитесь, и вы провалитесь головой вперед. Выход, бам, бам. Каратистский. Обчаги. То, что он сделал. А-ля кикбоксинг был. Или карате. Опять же, ничего близко к свинчуном не лежало. Захват. Вырв одной руки, сбив другой руки. Это не свинчун, ребята. Тут вообще в 20 свинчуновых техниках, вот первые 9 секунд, несколько техник подряд идет. Я не знаю, что он там покажет. Топ-20 свинчуновских техник, да. Да, свинчунов! Блок, кажется, да. Перехват, удар. Это не винчун. Блок единственный, винчуновский. Очень любит переход плока, переход на локоть. Очень любит так делать винчуновцы. Я отрицаю, что это винчуновская техника. Почему винчун ударная техника? Винчун, в принципе, не работает на локте. Все, что идет на локте, это либо гадзюрю карате, либо, ну, то, что мы видим, то-те, да. Либо это айкидзюцу. Айкидзюцу, хапкидо, пинчак силат. Винчун. Многие мастера винчуна пытаются показать винчун как бы с движениями на локоть, допустим. Когда захват идет, да, выводят на локоть. Но по-настоящему техника винчуна, правильная техника винчуна, она ударная. Давайте я сейчас просто перейду, поищем мы настоящих мастеров винчуна. Очень много, очень много по винчуну мастеров, мастер вонг, да, вылезает. Давайте ипчуна поищем. Вот сейчас ипчуна, это не самый мой любимый мастер винчуна, честно вам скажу. Очень характерное движение, когда они стоят, да, блокировку вот так винчуном. То есть, идет рука так, потом блокировка внешней стороны. Так практически никто не делает. Так делают иногда кто-то типа нас, да, тэквондистов. Почему? Потому что мы, когда стоим, у нас ничего другого не остается, кроме как защититься вот этим местом. Ну вот, и винчунацы. Но у винчунацев это именно фирменный почерк. Я не знаю никого другого, кто мог бы показать технику через центр, да, и в тот момент, когда они уходят, да, ушел бы вот в такую позицию блока. Почему? Потому что оказаться в позиции ладонь внизу нет возможности перейти как раз на ту самую технику. Технику, допустим, как мы входим, да, мы входим, движение закрываемся, делаем остановку, и нам нужны ладони сверху. Мы давим всегда сверху. Снизу нам некуда давить, у нас абсолютно нерабочая, т.е. мы не можем никуда давить. Т.е. мы ушли в такое положение, т.е. я сблокировал, ушел в такое положение блокировки. Но вот мне только уходить. Поскольку винчунацы стоят близко, т.е. им нужно входить постоянно двумя руками. Как только он выйдет в такое положение односторонний, только уходить. Т.е. ты, грубо говоря, сам себя поставил в невыгодное положение. Поэтому так делает только винчун. поскольку техника только ударная вот 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 он перебирает вот он делает блокировку другой рукой тут же блокирует это делает и ипчун я так понимаю что это внук у нас ипмана так но мне нужен другой мастер был очень неплохой мастер по винчу ну мне очень нравился найден реальный мастер винчун давайте посмотрим какой-то реальный мастер винчун так нет это у нас канал блок мы его не будем смотреть почему потому что он не очень хорошо разбирается он часто вытаскивает иностранные тексты похоже их просто переводит и там выкладывать тоже опять то чего ни в чем не разбирается нам нужен конкретный мастер нам нужен нормальный мастер и к сожалению просто я почему-то не могу найти в в поиске винчун курс онлайн так не то до неен тренинг мастер ван джи пенг винчун это у нас американцы те самые ездили которые по миру с винчуном до гранд мастер сам к вон квинчун семинар марокко марракеш да абсолютно абсолютно нет то есть встает удар идет перри переход перебивает до наносит удар и продолжает бить то есть любые атаки он перекладывает так перекладывает и опять начинает бить то есть принципе эта техника действительно компактная техника очень типичная самооборона для девочек ну образно говоря да для людей которые не вызывают никакого ну то есть девочка в принципе да когда к не пристают если она резко ответит у нее будет шанс наоборот отбиться от пьяного коми там не знаю мужика который реально не понимает по-человечески да но вот мужчина если начнет отвечать очень жестко ему придется либо конкретно класть да человеком тогда нужно прибыл от преобладающей техникой владеть а винчун все-таки она больше злит нападающего чем его как-то успокоит это как вот мое мнение на этот счет да ну вот я говорю что я не я не вижу никаких других техник кроме как вот пожалуйста сам сэм квок мастер винчун показывает я как бы другой техники в общем-то и не видел винчуновской то есть все что остальное это не как бы от лукавого то то есть это не винчун по науки давайте будем допускать что это они техники могут брать непонятно зачем правда давайте смотрим дальше мастер вонга мы принципе смотрим мастера вонга да не то что наличие его не то что соответствие его техника винчуну да скорее всего что это может быть вообще в принципе я утверждаю что мастер вонг не винчуновец захват газирю белый журавль сбивы руки в центр это тоже в принципе каратэ да ты команду есть хасансуль там грубые сбивы да бам-бам то есть то что он делает это очень сильно напоминает я бы сказал бы что это сильно напоминает такое тэквондо хасансульное да то есть он очень близок каратэ но дело в том что винчун вышел из белого журавля белый у того что он делает больше похоже на белый журавль кстати и тогда возможно все встает на свои места дело в том что белый журавль может как стоять и в стойках аля винчун да так в принципе и вставать в широкие стойки которые именно и кидзюшные стойки каратистский кстати помните разворот богдана курилка когда они делали захват и разворот этот вот не очень удачный который я считаю когда захватывают противника за внешнюю сторону и начинает разворачивать который ничего не дает он это использует переводы блокировки удар по по почкам да то есть это тоже белый журавль может относиться к винчунам но больше все таки это белый журавль либо пинчак сила кстати говоря мне говорят типа пинчак сила это испанские техники да какие нахрен испанские техники чистые белые журавы пинчак сила весь базируется практически на белом журавле ну может быть забавлением каких-нибудь других стилей но это именно ушу это ушу либо ну это ушу это там были техники которые базируются на японских стилях их много я о них рассказывал в видео про пинчак сила вот да и кстати говоря его любовь делать короткие боковые удары вот так да но вот это не винчуновский это опять же белый журавль либо серен рю да то есть это либо серен рю либо это так господи о чем я говорю действительно почему я смотрю просто все что вы увидите в нормальном белом журавле все что вы увидите в винчуне это будет вот такая сжатость то есть во первых защита тотально стать то они не готовы драться с мастерами высокого уровня поэтому вы никогда не увидите винчуновцы да в чистого винчуновцы без всякого микс файта а-ля вонг где-нибудь в мама или еще где-то потому что в принципе эта техника не предназначена эта техника урезанный формат белого журавля был белый журавль из него сделали винчун понимаете да то есть из белого журавля сделали винчун убрали все лишнее не надо раскрываться не надо куда-то ходить делать какие-то техники сожмись получается что они блокируют очень достаточно коротко то есть вот именно в узком проеме перекрывая движение сюда и наносит точно так же удары до сблокировки проход вперед то есть достаточно четко узко до работа идет именно через центр все что он делает это больше похоже ну именно на белый журавль на белый журавль да то есть просто белый журавль вот эти вот все помните тогда вот так что напряжение до чтобы горло не попали то есть усиление то есть вот то что он делает то есть он приходит и делает за горло именно захват удар локтем вперед вспомните серенрю когда они проходят помните коровин дел серенрюшная кота и там был такой удар где он но он не выходил далеко он именно сделал вперед круть вот так то есть короткой очень но вот вот так даже это он только что сейчас сделала вот переход вот это вот до переход это не совсем венчу то есть венчун грубо говоря да перекрытие то есть нет вот этих вы вытягиваний сразу идет цель то есть он не делает вытягивание то есть здесь я постоянно это вижу вытягивание оля пинчак силат пам пам это венчун нет однозначно нет ближе я бы сказал бы что вот это вот да это ближе к белому журавлю это все есть вытягивание такие вещи акидзюцу хапкидо у нас очень многие стили которые завязаны белой журавлей это все есть тяжелые лапы да вот эти вот это есть так и это было только вот это были только анонс до этих техник ну вот сейчас он будет показывать но мне в принципе это уже не очень интересно да я понял но он дальше будет техника номер один давайте смотреть я бы сказал бы что больше похоже на вы наверно удивились смени но что-то похожее на это не венчу интерлайн